Сегодня хотели посвятить семинар попытке разобраться с тем, что такое реальность. И вот я просто пройду немножко сначала, может быть, захвачу историко-философскую часть, чтобы как в истории философии с реальностью было, а потом немного логическую часть, как реальность понимается структурно. Ну и потом, может, немножко какой-то критической части относительно этого понимания реальности надо будет также понять, какие есть отклонения логические. И я попытаюсь против этих отклонений какую-то тоже свою аргументацию сказать. Но если брать исторический аспект, то на самом деле надо, конечно, рассмотреть, прежде всего, вопрос как философию в античности, и разбирался этот вопрос. Ну вот в античности можно сказать, что проблема реальности также стояла. Ну и пока я как бы не буду определить, что такое реальность, пока мы будем держаться некоторого рода понимания того, что есть предварительное некое понимание этого, и мы просто разберем, какие есть наведения на то, что такое реальность. Ну вот в античности как бы вот была такая, можно было сказать так, что существовала такая онтологическая вера. Никто не сомневался, на самом деле, что реальность можно как-то свести к субъективизму, к тому, что какой-то субъект может сказать, что на самом деле реальность – это иллюзия. И это основано на том, что вот такой-то уверенности, укоренности у человека в самого себя, что он мог на самом себе базировать некоторого рода антологию, она была в античности невозможна. Но тем не менее проблема реальности стояла, и проблема реальности противостояла иллюзии, иллюзии. Вот, допустим, если как бы осматривать какие-то главные рубежи античной философии, прежде всего надо взять Парменида. Парменид доказывал, что на самом деле реальным является некое одно бытие, а вот то, что нам, то многообразие, которое дает нам чувство, они на самом деле – это все иллюзорно. То есть он наставил на том, что чувственное знание, оно недостоверно, оно на самом деле изменчиво, текуче. И вот настоящее, как бы то самое, истинное знание дает только мышление, быть и мыслить одно и то же, и поэтому он там выводит, что как бы истинным знанием является знанием того, что все есть одно, и все есть одно бытие. Если посмотреть дальше, как бы вот уже немного критикую философию Парменида, когда я от нее отталкиваюсь, то выступает Платон. У него уже реально существующим, да, истинным бытием, оно является мир и день. То есть некого рода не одно бытие, да, уже вот некого рода многообразие, которое точно так же сущее. Вот есть как бы, и они в каком-то отношении находятся, это положено миру вещей, ну, то есть, ну, конечно, это положено в том смысле, что в каком-то там за небесе, они где-то там в каком-то специальном мире, но тем не менее родоположно, да, и в каком-то смысле можно сравнивать идеи и вещи. Для нас, как бы, мы сейчас понимаем, что все-таки это две субстанции разные, и сравнивать их невозможно, да, невозможно их поставить родоположно. Ну, мы можем взять, допустим, опять же, там, философию какой-нибудь там Демокрита, который говорил, что хотя мы чувствуем, хотя мы ощущаем и чувствуем разное, да, там, на самом деле, по сути, это поистине существуют только атомы, и так далее. В общем, как бы, в античности все-таки существовало это вот различение реальности и иллюзий, но, по словам, реальность понималось нечто специфическое, да, то, что это умопостигается. Причем они считали, что вот это умопостижение, оно своего рода аналогично тому, как поступает чувство, то есть наше чувство, оно выхватывает в мире подобное, да, то того тому, то, что может чувство и ощущение выхватить в мире, да, вот это выхватывает, то есть в самом мире есть нечто подобное с чувством, и чувство просто выхватывает то, что ему подобно. А мышление, оно точно так же, вот есть нечто в мире умопостигаем, скажем, идея, да, и мышление точно так же, как и чувство работает, да, оно просто выхватывает из мира умопостигаем. Вот такая логика. На самом деле кончается вся вот эта красота философии скептиков, которые утверждали, что на самом деле если вдуматься, если пытаться различить реальность и иллюзию, то никакого критерия для этого различения нет. Что если перебрали все критерии, у них есть такие тропы против догматиков. И выяснилось на самом деле, что нет таких критериев, на основе которых можно было бы точно гарантировать, что вот сказать, что это реально, а вот это иллюзия. И потом на самом деле даже эту критику восприняли и платоники, и поздняя академия, она тоже занималась скептицизмом, и фактически скептик же ведь утверждает, что и его утверждение о чем-то тоже является сомнительным. Потому что сомнительным является вообще все, о чем вообще нельзя говорить категорично, только в смысле вероятности или правдоподобия. И вот на этом учении о вероятности философии античности я уж ни платонизм не беру, потому что фактически никуда платонизм не девался, догматики продолжали свое строительство. Но если по сути брать, античная философия заканчивается скептицизмом, вроде получается, что никакого критерия истины нет, что реальность от иллюзий мы отличить не можем. И вот этим подготавливается вообще говоря субъективная философия нового времени. И первым как бы таким важным тезисом является философия Демокрита, я сейчас как бы историю философии немного скрепляю под нашу тему, да, потому что... Ну что, Аристотель куда-то исчез. Ну потому что, да, на самом деле Аристотель, он не вписывается в античную философию, это специфический философ. Он вообще как бы непонятно каким образом вообще в античной философии возник, фактически. И если его внимательно изучать, то он просто не своевременен был. И вообще говоря, Аристотель стал своевременным только уже в эпоху, вот средневековую. Если взять, опять же, неоплатонизм, то они Аристотеля... Они... Весь неоплатонизм противоречит тому, что говорил Аристотель, потому что у неоплатонизма одно стоит на вершине всего. И это одно фактически из категории количества. Общее понятие... Ну, единое. На самом деле одно. Хэн по-гречески. Единое – это просто способ перевода. Единое можно перевести как одно. На самом деле одно. По смыслу это одно. Потому что единое объединяет многое, да. А смысл этого термина есть, что просто единица. Буквально вот это единица счетная. Так вот, Аристотеля по этому пропускаем. Если мы как бы переходим в новое время, да вот... Икарт нам дает некую... Находит некую новую достоверность, да. Вот некого рода новой критерии истины. И этот критерий является достоверность субъективности. Да, вот как бы вроде ничего нельзя было доказать. Ну, в средние века там доказывали, отсылая к Священному Писанию. Ну, как бы если посмотреть, что такое доказательство, да, это тоже. Требует и требует сначала доказать, что Священное Писание может быть взято в качестве достоверности и так далее. То есть это не доказательство. Вот искали вот такую очевидность, на которую можно было бы опереться. И этой очевидностью на самом деле явился достоверность самого себя. Но если как бы вдуматься вот в эту достоверность самого себя, в этот когит эргасум, то достоверностью здесь является просто опыт. То есть, опора фактически должна быть... То есть, если мы хотим что-то аргументировать, мы должны опираться на опыт. Причем опыт субъективный. То есть, вот у нас есть никого рода субъективный опыт, и мы если на него опираемся, то мы можем как бы что-то пытаться доказывать. Вот скептика... И получается, что скептицизм был раскритикован с этой стороны. Если посмотреть на философию Гегеля, то у него любопытно, что он единственным своим противником видел только скептиков. Он везде всегда говорит, что есть его философия, и единственная философия, которая противостоит его философии, это скептицизм. Потому что все остальные философии он внутрь себя вобрал, и места ему казалось. Единственный скептицизм был той философией, которая его опрокидывала. И он всегда, когда что-то аргументировал, спорил именно со скептицизмом. Поэтому скептицизм – это серьезная позиция, и к ней надо серьезно отнестись. После Декарта возник Кант, который показал, что это такая антологическая вера, антическая вера, которая была в античности, которая рассматривала, если так посмотреть, она в каком-то отношении удваивала мир. Но удваивала не в том смысле, что есть какой-то субъективный мир, а в том смысле, что есть какой-то мир помимо человека. Что мир существует, независимо, воспринимает его кто-то или не воспринимает. То есть вот эта фаза того, что должно было состояться субъектно-объектное взаимоотношение, оно еще не было достигнут. И вот как раз уже философия нашего времени, она понимает, на самом деле, что существование – обоюду острая вещь. Нельзя просто сказать, что нечто само по себе существует. Необходимо еще указать на субъекта, который может это нечто воспринимать. И поэтому возникает вот эта тезис, что существует только то, что воспринимается. Быть – значит быть воспринимаемым. И это надо понимать так, что на самом деле в субъектно-объектном развлечении нет какого-то объекта, который сам по себе. Всегда на самом деле объект для некоторого субъекта. Или, как говорит Гегель, что все существует для некоторого сознания. И если нечто не может быть принципиально, ну нет такого опыта, и нет возможности нечто воспринять, и принципиально оно, допустим, для нас, людей, почему-либо недоступно, то оно для нас просто не существует. Вот такой тезис, как бы, критический тезис уже нашей философии. Его надо было осмыслить, собственно, Кант этот тезис осмыслил в том отношении, что никакая антическая вера невозможна. Что все на самом деле субъективно. Субъективно в каком смысле? В том смысле, что как бы все дано некоторому субъекту, что все есть данность. Но, тем не менее, Кант хочет остаться все-таки, ну, он наследует философии, ну, такой догматической, да, он хочет остаться на позиции, что вот какая-то объективность существует. На самом деле ему это не удается. То есть у него философия как бы вот остается в таком раздвоенности, да, с одной стороны она полностью субъективна, но почему-либо из себя она пытается как будто бы обосновывать объективность. Как бы в более последовательность разум какая-то у него, да, то есть эти... Ну, у него как будто бы есть мир, у него вещь себе как будто бы есть, да, и как будто бы он пытается это... На самом деле у него интуиция-то правильно, что надо... И вообще, говорю, этот вопрос, да, это является главным вопросом теперь уже классической философии. Вопрос, состоящий в том, что поскольку все субъективно, да, поскольку все есть данность для некоторого субъекта, там, как только все есть данность некоторому сознанию, надо теперь попытаться обосновать, а как возможно вообще говоря что-нибудь объективное, да, или что-нибудь как бы интерсубъективное, если так можно выразиться, да, то есть не заключающиеся только в моем опыте, а заключающиеся как в опыте мной. Иначе говоря, как возможно в других терминах Канта, математика и естествознание. То есть они по факту возможны, да, и естествознание претендует на то, что оно является все-таки интерсубъективным знанием, да, многим. И оно подтверждается не только в опыте отдельного человека, а в опыте многих людей. Да, вот как возможно вот этот выход, да, вот на этот уровень. Поскольку если всякое... Если все, что доступно мне, доступно только в опыте, и как я могу внутри своего опыта найти нечто такое, на чем бы я мог бы основываться и говорить о том, что вот оно является не только субъективным, но и объективным. И тут как раз вот проблема реальности, да, которую мы обсуждаем, она возникла с новой остротой, да, потому что как раз вот та вещь, которая говорила про иллюзию, да, в древности там получалось немного странно, например, у Платона, да, что мир вещей – это мир как бы иллюзорный, как бы недостоверный, а мир идей, он типа вот достоверный и истинный, да. Хотя как бы и мир вещей вроде бы нам дан, да, 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 а мир идей только мысль, да. Здесь возникает на самом деле другая проблема. Допустим, вот я в каком-то, какого-то у Беркли, да, я нахожусь в каком-то субъективном своем мире, да, и этот мир, допустим, может оказаться в итоге там сном, там фантазией, там иллюзией, галлюцинацией, ну какой-то видимостью. Как я могу внутри этого мира удостовериться, что вот это только иллюзия? То есть как найти критерий? Единственный критерий здесь – это опыт, да, вот, и как бы апелляция к опыту. Единственный возможный критерий. Собственно, наука, как бы, когда она обосновывает, ну, имеется в виду, конечно, не математика, если сознание обосновывает свое знание, оно именно опирается и указывает на опыт. Она говорит, что можно сколько угодно, как бы, вот грезить, но если мы в опыте нечто, как бы, определяем, что оно именно так, то оно оказывается именно таковым. Ну и дальше, как бы, если переходить от Канта к Гегелю, Гегель, как бы, завершает эту философию, и он уже, у него, получается, вроде, к объективности можно перейти на основе того, что в структуре нашего, вот, нашего опыта, вот, есть определенного рода всеобщие вещи, которые, ну, начинаются, начинаются у Канта, ну, к заканчивающейся Гегелем, вот, есть, в руне, какого рода, логика, да, она, она прорезывает все, и она для всех нас одинаковая. То есть, и, как бы, и он ставил себе задачи из этой логики и выстроить, там, в неким опытическим способом все науки обосновать. Ну, это фиг-то сначала задачу ставили, такую же, да, вот, выстроить. Из философии, как бы, все это знание, вплоть до, как бы, вот, естествознания, да, и надо было обосновать, и логически обосновать всю эту процедуру. Ну, на самом деле, если посмотреть, почему-то философия, как бы, на гике не завершилась, а мы движемся дальше. А в чем тут проблема? Один, проблема состоит в том, что, на самом деле, вот, у Гегеля возник вот этот крен в логицизм. А суть вопроса, которую, кстати, и Гегель тоже понимает и разрабатывает, состоит в феноменологии. Что реально, на самом деле, правильной позицией философской является позицией феноменологической. Для того, чтобы как чему-то аргументировать, вот, что такое доказательство, да, и сейчас я уже перехожу не к истории, а к сути вопроса. Когда мы пытаемся что-то доказать, мы, и философия все-таки хочет быть доказательной, да, не просто каким-то там, не просто, как бы, некими утверждениями, да, утверждениями обоснованными. Когда мы пытаемся что-то доказать, мы должны что-то положить в основание. Любое доказательство движется от какого-то очевидного. Мы не можем положить в основание, там, священное писание, да, хотя вроде к теологии, допустим, христианской так делают, мы не можем в основании положить какие-то свои домыслы, свои какие-то теории положить. Потому что все это, на самом деле, недостоверно. К всему этому можно отнестись критически. Как у Декарта, получается. Никакие ни математические доказательства, ни очевидность нашего восприятия вещей, ничего не может служить критериям, если я, например, могу во всем сомневаться. Единственное, остаются критерии, это опыт, в котором коги-то уплатывает в само себя. И в этом состоит смысл феноменологии, что единственным критерием доказательства может быть опыт. Никаких других критериев нет. Можно какую-годно построить концепцию, и, тем не менее, эту концепцию можно просто опровергнуть тем, что она недостоверна, поскольку она как математика, повисает где-то в облаках, и все. И достоверно может быть только то знание, которое обосновывается в опыте. И, собственно, феноменология – это такая философия, которая указывает, что давайте начнем с чего-то самого очевидного. Вернемся к опыту. Все возьмем все наши концепции, отбросим все какие-то некие предмнения о том, как должно быть, как правильно, как логично, что есть какие-то предмнения о том, в чем состоит философия и прочее. А просто займемся, обратимся к нашему опыту. И что мы увидим, в чем состоит первичная очевидность? Первичная очевидность будет состоять в том, что в нашем опыте что-то развернуто. В нашем опыте есть нечто. И оно нам дано, вот эта данность, она раскрыта различным способом. Много есть аспектов этой данности в виде модели. И все это данное в совокупности, она – это есть нечто, что есть. Мы как бы не можем говорить о том, что оно относится к какой-то реальности, как, допустим, у Камп, что есть какие-то вещи в себе. Что, на самом деле, хотя я и воспринимаю, и нечто является только моим воспринимаемым, оно на самом деле за ней стоит некий мир сам по себе и прочее. Ну, по крайней мере, мы можем говорить, что данность, она перед нами раскрыта. И эту данность можно как-то обсуждать. Вот феноменология, как вот этим занимается, и проблема феноменологии состоит в том, что она никогда к вопросу о реальности не переходит. Почему? Потому что, на самом деле, вопрос о реальности как раз вопрос в каком-то отношении о том, как эта данность фундирована, так говорят, или как эта данность обоснована. Уже обоснована, уже другим способом. Здесь и возникает вопрос о том, что на самом деле эта данность имеет два аспекта. Вот данность, с одной стороны, нечто содержательное в опыте и развернуто, а с другой стороны, имеет некого рода статус. И когда, допустим, дикар сомневается в данности, то ведь он указывает о том, что вообще сомнения возможны. То есть, если возможно сомнение, значит, у данности есть такой статус, что либо она достоверна, либо она сомнительна. То есть, у данности есть, помимо того, что внутри данности есть некого рода содержание и разные моменты, сама по себе данность, как целая, она обладает каким-то модальностью какой-то. То есть, я могу сказать, что данность – это иллюзия, я могу сказать, что данность – это сомнительная, я могу ее отрицать и прочее. То есть, я могу к данности отнестись как к данности. На самом деле, если как вдуматься вот в это, Откуда взялась такая вещь? Откуда взялась возможность к данности отнестись с позицией модальности? На самом деле это не что иное, как наша воля. У нас есть воля что-либо не признавать. И эта структура воли, хотя, может быть, она в философии не так четко проведена, она на самом деле касается именно модальности данности. Если бы у нас не было бы воли, если бы мы были просто механизмы или животные, мы бы не сомневались в никакой данности. И даже если бы животное грезило, оно все равно бы в этой грезе жило, как в реальности. Только потому, на самом деле, что у нас есть возможность к данности отнестись, и что мы как бы от данности себя отсекли. То есть, что вот есть данность, а есть как бы мы, которые к этой данности можем отнестись и сказать, а вот эта данность какая-то иллюзорная, или галлюцинация, может, давайте в ней посомневаемся, давайте ее обсудим и прочее. Только поскольку у нас вот эта вот отсеченность есть, на самом деле, возникает второй аспект данности, который называется модельностью. И когда мы говорим на самом деле о реальности, теперь переходим к нашему вопросу, то мы имеем в виду именно этот второй аспект. Мы имеем в виду не то, что данность перед нами раскрыта, как многообразие объектов, как многообразие опыта и прочее, а то, что данность имеет некого рода статус. Либо эта данность является только моей данностью, то есть какой-то субъективной иллюзией, ошибкой моей, я грежу во сне и прочее. То есть у нее статус только субъективный. Либо помимо того, что она развернута передо мной, она, конечно, моя данность, но тем не менее у нее есть статус объективности. И поэтому реальность, когда мы говорим о реальности, мы говорим о том, что в этой данности, которая перед нами раскрыта, есть возможность быть объективной реальностью. Возможность предать ей статус объективной реальности. Причем здесь есть вот эффект признавания. То есть, допустим, человек может не признать нечто за объективную реальность, и пытаться сказать, что, допустим, подойти к краю какой-нибудь обрыва и сказать, что здесь обрыва никакого нет, я сплю и прыгну, и в итоге разбиться. То есть, у нас существует вот эта возможность свободы отнестись к данности с этой позиции, но тем не менее, сама данность может иметь этот статус. И поэтому очень важно для субъекта самой данности разбираться, что есть иллюзия, где есть ошибка зрения, слуха и прочее, а где мир на самом деле, сам по себе, то, как он выступает своей необходимостью. И вот это различие, на самом деле, провести не всегда возможно строго. То есть, иными словами, это различие проходит не где-то между моим субъективным миром и каким-то там другим миром, а внутри вот этой данности, которая у меня есть, проходит различие между мнимым и действительным, между реальностью и иллюзией. Да, с философской точки зрения, если мы как бы посмотрим, что говорит о такой данности, это такой термин, как бытие. Мы если посмотрим на данность, да, мы нигде бытие не обнаружим, везде будут какие-то цвета, звуки и прочее, а где бытие? А бытия нет. Но тем не менее, мы все понимаем, что есть нечто такое, что называется бытие, да, и что вся философия посвящена тому, чтобы понять, в чем состоит бытие. На самом деле, бытие – это вот как раз тот термин, который определяет вот статус данности. Да, если мы теперь вот стоим уже после вот этого долгого пути, философии, которая прошла от античности до феноменологии, да, в феноменологии, на самом деле, бытие – это вот этот статус. Каков статус? Причем надо понимать, на самом деле, что, когда мы говорим о бытии, то все есть бытие, да, то есть, на самом деле, и иллюзия тоже своего рода бытие, как бы, и наши субъективные какие-то грезы и там фантазии и прочее, тоже все бытие. Потому что небытия нет. То есть, мы все-таки наследуем философию, философию вот какие-то стандартные, это стандартные концепции, которые просто по самому-сому смыслу, что бытие есть, небытие нет, это просто как бы тавтология, да. И поэтому, когда мы говорим об иллюзии, то ведь речь не идет о том, что иллюзия сама по себе есть некое небытие. Речь идет о том, что есть в нашем, в нашей данности есть определенного рода ее фрагменты, которые претендуют на то, что они не моя субъективная особенность, да, не мой способ восприятия, а она объективная реальность. То есть, иллюзия это такая, на самом деле, данность, да, которая раскрывается, которая в самой себе как будто бы указывает, что она объективная реальность, а по факту оказывается, что это не так. Например, я смотрю вдаль и вижу там вдалеке идет человек, да, приближаюсь ближе, и вдруг, и на опыте узнаю, что это не человек, а это дело, да. То есть, первое восприятие, оно было иллюзорно, да, оно было ошибочно, а второе восприятие, как бы, оно доказывает, что первое восприятие, которое претендовало на то, чтобы быть объективной реальностью, да, оно оказалось ошибочным. То есть, на самом деле, понятие иллюзии относительно, то есть, мы всегда должны понимать, на самом деле, что нету никакой абсолютной иллюзии, да, что иллюзия это просто, когда, допустим, в современной философии такое понятие симулятор, да, когда нечто как бы претендует на то, что она есть самореальность, хотя по факту она просто как бы некого рода симуляция реальности. И вот это вот, мы сейчас, мы в современном мире живем в мире симуляции. Дело в том, что многообразное обосредование, с которым мы имеем дело, мы уже как бы покинули само, вот само это бытие. Недаром, как бы, Хайдигар вопрошает о том, что вот наша культура, это фактически культура забвения бытия. То есть, на самом деле, мы живем среди сущих, да, вот среди этой данности, перебираем эти данности, да, переходим от одной данности к другой, мы совершенно уже не задумываемся, на самом деле, является ли эта данность только иллюзией, да, и является ли она только интерпретацией чего-либо, либо самим бытием тем, что вот существует на самом деле. И у нас вот это все уже настолько перемешано, что даже уже звучат тезисы, что вот никакой реальности нету, да, вот этой объективной реальности, что все как бы подвержено вот этому релятивизму, там, или там, что, как бы, более того, как бы, это же всегда сопровождается тем, что человек якобы обладает такой возможностью, что может иметь свой собственный самостоятельный какой-то мир. И вплоть доходит до того, что, как бы, и, что мы все, каждый из нас, как бы, живет в некой роде свою реальность. То есть, какой крайний случай, как бы, вот этого субъективизма, да, когда мир распадается на количество субъектов, которые, это, сколько субъектов, столько и миров. В этом нет ничего необычного, да, просто дело в том, что вопрос о бытии, да, он на самом деле вопрос скрытый, поскольку в нашем опыте бытие никак не встречается. В нашем опыте мы встречаем всегда в некоторую роду содержательность, да, в некоторую роду сущих, и всегда мы всегда воевозим со сущими, и вся наша жизнь связана с сущими. Вопрос о бытии, это вот чистый философский разговор, да, чистый, он возникает только, когда вот с этими сущими что-то не так бывает, да, вот бывает что-то с сущими не так. Вот тогда, ну, как вот у Хадигера, там, Хадигер наставил на каком-то особых настроениях, да, там, каких-то ностальгии, там, у него страх, ужас и прочее. То есть он считал, что внутри вот мы можем все-таки как бы увидеть какие-то отсылки к бытию, да, к тому, что мир, на самом деле, это скорее, что есть нечто, да, в мире, да, что помимо содержательности, что чем, вот с чем может заниматься философия, да, чему может философия отсылать. И вот еще, как бы, если уже завершать разговор о реальности, надо еще сказать, что слово само реальность, оно еще оказывается многозначным. Я тут посмотрел просто, там, полистал, как бы, что-то, какие-то версии в интернете. Реальность иногда понимает, там, если говорят о виртуальной реальности, да, говорят, там, о физической реальности, там, биологической, социальной реальности и прочее. Если посмотреть, как бы, вот все вот эти определения, то можно их обобщить в том смысле, что под реальностью понимает, либо весь мир в целом, да, как некую сферу, да, сферу существующего, либо какую-то отдельную, берут отдельную область, да, область, допустим, да, срез какой-то аспект, допустим, физические явления, да, и говорят о реальности этих физических явлений. В любом случае, под реальностью понимается то, что, если даже брать из этим логи это слово, то, что существует. Вот, вот, есть, как бы, вот, определенный, вот, как, статус, я говорю, что это именно статусность данности. Сама по себе данность никак, может никак не отсылать к существованию. Есть, есть пассивная данность какая-нибудь, да, вот она никак меня не задевает, она просто есть в моем восприятии, она пассивна. Я, у меня, на самом деле, никогда не может, у меня может, как бы, возникнуть относительно данности, как бы, сомнения. А вообще говоря, это действительно, там, может быть, это точка на моих очках, там, да, или это, там, может быть, у меня какой-то, есть какие-то, там, дефекты зрения, там, слухи и прочее. То есть, если эта данность оказывается вот такой пассивной, то мы никогда не сможем, как бы, изнутри субъективности доказать или опровергнуть, что это так. То есть, мы, у нас нет для этого никакой, никаких оснований, да. Но, с другой стороны, хорошо, что реальность, на самом деле, точно так же активна. И хорошо, что, как бы, что все-таки и мы тоже в реальности действуем активно, и получается, что в практике мы каждый раз устанавливаем на опыте, да, что вот это все-таки иллюзия, да, вот это все-таки ошибка, да, вот это какая-то там субъективная особенность, а вот это, на самом деле, объективная реальность. Первый вопрос, который у меня был, было на него ответили, что мы, говоря о реальности, сейчас не подразумевали различные онтологические регионы. Все, что сказано, было сказано однозначно для всех онтологических регионов, для всех областей. В конце вы сказали, что они есть, но это не существенно для разговора о реальности, нам не было существенно разделять. Нет, это существенно. Как существенно? То есть, ваш разговор о какой регионе шел? Дело в том, что есть физический регион, в котором реальности устанавливаются более просто, потому что там понятно, в чем состоит опыт и достоверность. Есть другие регионы, регионы, в которых придать чему-либо статус нам более сложно, потому что там существует больше субъективного произвола. Например, или, допустим, потому что реальность такова эта, или, например, психическая реальность. Не всегда можно установить, на самом деле, то, что я увидел, является иллюзией или самой объективной реальностью. Не всегда находится возможность этого, не всегда можно совершить опыт. То есть, все сказанное было, как бы, только для физической реальности? Нет. Или для, или вообще? А теперь, просто продолжаю. Я продолжаю, просто, а есть реальность, допустим, как социальная реальность, да, мы, где просто от незнания, мы не всегда можем понять, на самом деле, то, что в социальной, что, что вот мы говорим про социальность, все там... Влад, я не спрашиваю о трудностях. Трудности есть всегда, и везде. А не меньшесть, большесть, и... Нет, я же не договорил, подождите. Суть вопроса состоит там, что там, где есть больше произвола, там возникает больше субъективности. То есть, там возникает интерпретация. И не надо путать, как бы, вот данность и интерпретацию данности. Влад, у меня вопрос тут четко, что... Подождите, с точки зрения данности, все реальности схлопываются в одну реальность. С точки зрения данности. Ну, как мы установим, в чем состоит данность, в некоторых, например, социальной реальности, в чем состоит данность? не всегда можно установить то есть там разговор о реальности привлекает принципиально какие-то новые сложности и мы не можем решить нет просто каждый раз в социальных каких-то других высших там уровнях реальности если можно назвать их выше возникает новые трудности связанные с тем что наш субъективный произвол там увеличен то есть там вот допустим физическая реальность меня все произвело больше сложности есть всегда еще раз я объясняю я просто правильно будет сложности есть всегда или есть какой есть некий случай когда вообще нет сложностей они получили сложности сложности всегда да значит стесни только по степени сложности различить все что вы говорили является истинным для любых регионов отличие только по степени сложности. Нет, надо еще, говорю, что добавляется... Тогда назовите принципиальную разницу между различными регионами, чтобы я знал дальше, о чем говорится. Принципиальная разница состоит в том, что есть еще понятие интерпретации. И если понять интерпретации, интерпретации. Мы в качестве данности в социальной реальности часто берем не саму данность, а интерпретацию этой данности. Потому что нам надо сообщать какую-то информацию. Мы не знаем, это информация, это данность или это интерпретация данности. На языке феномен. У нас есть некий феномен. Какой феномен? Вот, например, вы слушаете новости по телевизору, это вот вам что-то сообщили, это сообщение. Данность... То есть все равно феномен какой-то, но при этом... Но или интерпретация данности. По чем его антологический статус? Вот интересно. Вот такой реальности сложный вопрос. Один человек считает, что это именно реально, это отражает реальность, а другой человек, говорит, это они набрали. Да, об этом и речь. Значит, нам нужно сформулировать понятие реальности, которое для того человека, который считает, что это реальность, и что у него, то есть для человека, который посчитал новости, что это реальность, и считает, что стол это реальность, значит, он пользуется одним понятием реальности. Или это разные понятия реальности? Понятия реальности везде одно. Одно. Значит, у него одно и то же понятие. Нет, еще раз говорю, послушайте, апеллируйте тому, что какой-то человек... Я не апеллирую, я вопрос задаю. Нет, я понимаю, что дело не в том, что какой-то человек что-то там для себя признал. Это вообще не философская постановка вопроса. И только что вы сказали, что я иду и вижу дерево, читаю иллюзию, потом подошел, и это реальность. Вы же для себя признали. Нет, это был пример, это философия, аргументация от того, что я личный опыт какой-то совершил, это стандартная вещь. Когда речь идет о философском субъекте, имеется в виду, как бы, отбрасываются ошибки какие-то, что субъект, допустим, не ошибается, что он, как бы, не врет, что он не лукавит, что он не находится под воздействием каких-нибудь психотрудных средств и прочее. Вот он, допустим, какой-то субъект, он признает что-то реальное, он должен, на самом деле, понимать, на каком основании. Если мы речь ведем о социальной, допустим, реальности, он должен понимать, на каком основании это для него реально. Вот в чем проблема. Он не понимает, он просто, знаешь, увидит и считает. Ну что значит? Как дерево человек видит и считает, что он уже не реально? Дело же не в словах, поймите, дело не в словах. Но он ошибается, ну и что тебе? Нет, ошибаться, мы не обсуждаем ошибки сейчас. Мы не обсуждаем ошибки. То есть, первый мой вопрос был, что мы говорим о реальности вообще или внутри какого-то региона, скажем, физически только реальности. Сахар, можно вопрос, Влад? А нельзя ли сказать, что невозможно никогда дать критерий ни для реальности вообще, ни для реальности в каком-то регионе? Нельзя дать критерий, по которому человек мог бы определять, реальность это или любое, или что-то еще. Потому что обнаружение реальности и разведение и присвоение этого статуса онтологического, во-первых, здесь присутствует произвол, как ты верно сказал, а во-вторых, это содержательная, подчеркиваю это слово, содержательная работа человека. То есть, нельзя ему с помощью определения, понятия реальности за него эту работу совершить. Вот в каждой конкретной ситуации ему нужно совершить огромную работу, допустим, дойти до этого дерева, да? Но это просто частный пример и очень простой. С новостями это значительно сложнее. Дойти и понять. И без вот этой содержательной работы невозможно отличить реальность этой люди. А я говорю про пассивные объекты. Если я говорю, что это пассивный, в моем опыте, то... Но все-таки мы так и не понимаем. Нет, я просто еще раз, давайте поясню на вопрос немножко, что на самом деле критерии есть. Всегда этот критерий – опыт, который разворачивается в итоге в практику. Но опыт не очень. Причем, смотрите, а последним ведь аргументом во всех таких спорах всегда является некого рода бытие и наличие. Вот у нас есть наука. И как бы мы на самом деле могли... Мы можем сколько угодно рассуждать о том, что какие-то отдельные люди как-то могут там про себя как-то отдельно что-то мыслить. Всегда надо апеллировать к тому, что уже есть. Уже есть наука, которая преодолевает все вот эти вот субъективности, все иллюзии, ошибки. И накапливает весь этот опыт, всю эту практику человечества, накапливает и удерживает. И, собственно, вот это удержание, есть возможность говорить о том, что объективная реальность нам как-то доступна. Хорошо. Значит, все-таки я хотел бы уточнить. Вот у нас есть слово «реальность», которое мы используем. Сейчас у вас не прозвучало четко вот такое реальность. Под реальностью я понимаю то-то и то-то. У вас было два варианта. Реальность – это бытие. Реальность – это, я говорю так, реальность – это то, что есть. То, что есть, это бытие. Но это не определение, потому что есть и иллюзия, если все есть. Понимаете? Все есть, поэтому это не реальность, то есть любое определение, любое понятие, оно должно как бы отсекаться. Давайте я вам сначала поясню, что суть вопроса, когда вы ссылаете к определению, еще раз говорю, что поскольку бытие, послушайте, поскольку бытие не является ничьим содержателем, не дано нам как данность, его определение не может быть заданным. Я не про бытие спрашиваю. Улад, это ясно, что вы не знаете. Бытие нельзя дать определение. Нет, есть не про досылки. Одинная досылка – бытие, другой – то, как бы сам же делать. Давайте все-таки… Давайте. То есть мы перейдем к дискуссии все-таки. И к такой, которую мы можем выслушать друг друга. Мы вас выслушали в течение 20-ти минут или 30-ти, не прерывая. Не полтора часа заметили. Да, конечно. Вот. Значит, есть… то есть с первым вопросом у нас сложно получилось. То есть по поводу физической реальности все в порядке, а там… Есть интерпретации, накладываясь. Есть интерпретации. Хорошо. Хотя по поводу физической реальности наука нам говорит, что есть квантовый мир, и там тоже есть интерпретации. Только… Правильно. Только… Только наука доказывает свою основательность в том, что приборы работают, самолеты летают и прочее. Практикой доказывается. Конечном итоге… Ну ладно, не говорите общие вещи. Прошу вас. Я не говорю общие вещи. Просто… Нет, давайте так. Я задаю вопросы. Задаю вопросы. А про то, что там где-то вот еще про странные вещи… Ну зачем? Почему странные вещи? Это для вас странные вещи. Александр, когда вы выступали… Для вас странные вещи. Вы просто говорили, ты молчишь… Ты не говоришь… Доклад закончен. А так закончен был. Давайте докладчик будет так отвечать на поставленный вопрос. Хорошо. Значит, есть очень существенный момент по поводу реальности, который в ваших сообщениях никак не прозвучал. Что это? С одной стороны, да. Это, — оцелуется, — о бытие, то есть… реальность бытия, да, А с другой стороны, постоянно говорите о некох феноменальной данности… И что я… То, как на самом деле. Это отсылка к феноменальной данности. Бытие — отсылка к статусу, autre ли это right, да, да… Правильно вы понимаете. Когда мы говорим о реальности… Мы говорим о феноменах, о вещах или абстрактного бытия. как вы из первого заключили второе у меня просто не спрашиваю вы сказали что у нас есть два варианта говорите когда мы говорим о реальности если мы находимся в феноменологии мы говорим об опыте нет, мы говорим об опыте, а опыт это уже обоснование я говорю о самом опыте, что реально? реальная вещь или бытие реальное? что-то я не понимаю что вы знаете, как можно сказать, что бытие реальное реальность это не объект я не говорил реальность равно бытие это ваш способ понимания я сказал, что к реальности выходим мы через понятие бытия с одной стороны, а с другой стороны через понятие то, как на самом деле вот есть какое-то на самом деле и то, неправильное, а истинное положение вещей и мы к ней выходим через понятие реальности ну как-то я выхожу через понятие реальности Но когда вы произносите «это реально», вы что имеете в виду? Я имею в виду, что «это» не является моей иллюзией. Нет, что «это»? Не что это значит, а что «это» реально? Это не объект. Что такое бытие? Реальный стол, могу сказать? Можете. Стол реально. То есть, когда мы говорим о реальности, мы говорим о вещах. Почему? Не обязательно? Нет, но о любых феноменах мы говорим. О любых феноменах, да. Я говорю, реально вот эта идея, реально вот эта мысль. Еще раз говорю, реальная идея, только в другом смысле. Она реально, как то, что вы ее мыслите, как некий психический акт. А в стол, как то, что я вижу. А то, что как правильный акт. Мы это же не обсуждаем. Вы сказали «данность». Вы сказали «данность». Поймите, на самом деле, есть противоположность между реализмом и идеализмом. Долго время обсуждали, на самом деле, и считали, что то, что идеально, то нереально. Влад, вы о чем хотите сказать? У вас есть желание понять проблему? Я его поднимаю. Есть у вас желание понять проблему? У меня просто встречный вопрос. Я могу сейчас сесть и повторить то, что вы сказали. Ну, повторить. Сначала до конца, про все, что... Это вам так кажется, на самом деле. Потому что, ну как? Это вполне нормальная задача. Вы задайте вопрос конечный. Что вы хотите выяснить? Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, просто спросите, что вам непонятно, что вы хотите выяснить. Вы выясните. Первый вопрос мне был непонятен. Я прослушал все сообщение и не понял. То есть, все сказанное является истинным для всей данности или не для всей данности, а для части данности? Для всей данности. Данная же иллюзия, что же данность? Вот вы говорите, что можете проговорить все, а на самом деле я не понимаю. Я спросил для всей, не в смысле для всех явлений, а для всех антологических регионов. Это я спросил, а не спросил. Правильно, но только в некоторых регионах надо делать поправку. Хорошо, хорошо. Давайте следующий вопрос. Различать между интегритацией и данностью? Интегритацией, я не понимаю, что это такое. Значит, есть понятие опыта. И есть понятие то, что дано нам в опыте. То, что мы в своей действительности, в своем мире, типа подошли к дереву, убедились, что это дерево. Мы потрогали ногой там у нас обрыв, убедились, что обрыв. Мы взяли книжку Гейгера, прочитали, прочитали, убедились, что там написано именно это. Мы посмотрели новости, пересмотрели множество раз, обсудили с людьми, выяснили, что именно это. Это проделали некоторую работу и выяснили с абсолютной достоверностью, насколько мы себе можем верить, что это и есть некая данность, некая действительность для нас. Это действительно для нас существует. Вот то, что мы выяснили для себя. И есть второй момент. Есть реальность, которая для всех. То есть, когда мы говорим реальность, мы подразумеваем только для себя или для всех? Объективная реальность для всех. Объективная реальность для всех. Нет, в данном случае мы не... Смотрите, опять для вас почему-то это не важно. Смотрите, когда было обсуждение, я спросил, был мой вопрос, да, и Булац подтвердил, что различие между реальностью и иллюзией, ну и нереальностью, да, международной, проходит внутри субъективного опыта. Никакого вообще не было. Отлично, отлично. Значит, так, мы теперь берем, мы берем, внутри субъективного опыта, все иллюзии отсекаем и больше не разговариваем. Говорим о той части нашего опыта, мы говорим сейчас о той части. То есть, мы уже эту работу проделываем. Каким образом? Ну, каким угодно. Нет, так это невозможно. Нет. Ну, допустим. Так это невозможно. И мысленный эксперимент сделать. Мысленный эксперимент. Мы, чтобы не возвращаться каждый раз к иллюзиям. Да, хорошо, хорошо, сделаем. Понимаете? Вот, у нас есть опыт. Опыт, который внутри. Каким основанием? Каждый пользуется своими основаниями. Каждый. Кто-то по-разному. Никаких каждый нет. Если мы отбросили все иллюзии, значит есть один субъект. Никакой каждый нет. Каждый как субъект. Какой каждый? Каждый как субъект в своей субъектной действительности. Каким-то способом решил. Еще раз перемmans, мы бысленный эксперимент, это значит, есть какой-то у нас пробный субъект. Вот он отбросит. Есть субъект. Никаких каждый нет. Давайте не дальше. Я, который какими-то методами своими, которые мне... Какими-то своими методами. Допустим, просто фактически взял все иллюзии отбросил. Отбросил. Зачем придется к слову? У вас есть какие-то методы отделения с иллюзией? Ну. И у меня есть какие-то. Они обязательно совпадают? Не совпадают. Поэтому я и говорю, что... Я и говорю, что это содержательная работа и нет никаких... Да ладно, содержательная работа. Ну, давайте какие-то дела. Это суть дела в этом стоит, что одна и та же вещь одной стороной является иллюзией, другой стороной является реальностью. И невозможно отбросить. И сторону невозможного вещей отбросить. А я об этом говорю. Что мир невозможно так разделить. Слушайте, вы хотите понять, что я хочу спросить? Давайте послушаем, что Александр сказал. Значит, у нас есть что человек решил, что на него есть нечто достоверное. Опытом. Опытом. И возникает большой вопрос. Действительно, очень большой вопрос. Вот в своей субъективе, субъектной действительности, он опыта установил нечто. И вы утверждаете, что этого достаточно, чтобы признать реальность для всех. Почему? Никто вообще не говорил про реальность для всех. Где здесь это было? Интерсубъективная реальность, это еще отдельная вещь. То есть я устанавливал для себя, что это моя объективная реальность. А, значит, чтобы она была интерсубъективной. А, понятно. На опыте, отлично, отлично. На личном опыте внутри индивидуальной действительности есть некоторая другая данность, есть некоторая данность, есть некоторая достоверность, есть некоторое то, что я признал на самом деле для себя, да, и это не тождественно реальность для всех. Почему? А каким образом вообще реальность для всех? Может и тождественно. Еще раз говорю, может и тождественно. То есть вопрос такой, можем ли мы из индивидуальной достоверности сделать вывод, что то, что для меня достоверно, является реальностью для всех? Непосредственно сразу не можем. Нет. А, что он, оставаясь внутри... Вот, например, подождите, вот... Оставаясь внутри... Подождите, вот ученый, допустим, да, какой-то поставил эксперимент и сказал, что вот дело обстоит таким образом, что вот на своем... Подождите, 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 что он лично, вот это относится к делу, что лично в своем опыте установил, что это так. Он пишет статью, сообщает ученым, ученые другие думают, так это или нет. Они берут ставят... Мы только что договорились о том, что мы говорим внутри одной субъективности, я же не вижу за пределы. Ну, у вас же... А как вы хотите, что для всех? А для всех-то откуда взялось у вас тогда? Либо вы говорите об одном опыте, либо для всех никаких нету, понимаете? Я вам поясню. Для всех нету, есть субъект один. Если он не один, значит... Поймите, поймите, давайте, давайте, я буду Игору рассказывать, Игорь. А вот, слушай, это хороший прием, хороший прием. Значит так, Игорь, есть индивидуальная действительность некоторого человека, да? Вот. И есть, как бы, нечто для него, что он установил для себя достоверное. Так, конечно. Установил, да? И этот статус достоверности для него... Да, и это важно понимать, что это статус определенной чтойности. Да, это вот... Не статус бытия, а статус... Это не статус бытия, а именно чтойность. Какой-то феномен некоторого качественного, оформленного. Да, например, я физик, я еще полагаю, что... Да, да, вот он установил. Истинное, это колебание молекулы, а не какой-то клаван, да? Теперь, можем ли мы, можем ли мы, вот то, что человек установил для себя, некую идею, некую мысль, прочитав Ханта Гегеля, или познакомившись с человеком, установил достоверно вот его сущность, чтойность вот этого человека, либо дерево, может ли человек на основании этого делать с какие-то экстраполяции вне своей действительности, и посчитать, что это реально? реально. Да? Так он только этим и занимается. Конечно. недостаточно для установления реальности... недостаточно, вам сказали. недостаточно. Но тем не менее... Но тем не менее... Понимаете? Нет, я не страшно, что он делает. Так вы спросили, может... Поэтому существует наука, понимаете? Или на поэтах? Не может... Была. Не просто какая-то отдельная... Наука не может сказать об очень больших вещах. Я просто имею в виду... Вы не хотите рисковать, Александр, ваша проблема, вы не хотите рискнуть. Ну потому что, как бы, положить что-то, а не только своей субъективностью, без достаточных оснований, о которых вы говорите... Это риск. Я точно философски ставлю вопрос. Это как? То есть, у нас есть понятие, одно понятие, реальность. Понятие, которое мы хотим выяснить, что это. Понятие такое, да? То есть, мы еще, допустим, не знаем, куда его отнести и как, да? И есть понятие индивидуальная достоверность. Это разные понятия или одно понятие? Индивидуальная достоверность. Достоверность. Достоверность в моем личном опыте. Да, это, безусловно, разные понятия. Разные понятия, разные понятия, то есть отсылка на личный персональный опыт, в котором мы устанавливаем достоверность, никак не может нам ничего сказать о реальности, потому что мы верим в это, это другой вопрос, то есть разные понятия, то есть, скажем так, экстраполировать наши знания, давайте мы, мы просто можем говорить, доклад мой, полтора часа по пять у нас слушать, давайте я все-таки отвечу на вопрос, все понятно, что вы говорите, просто у вас реальность, это по определению сейчас, это то, что для всех, вот так, вы просто у вас, вы, в основном, это ваш текст, вы всегда писали, вы думаете, это для всех, нет, еще раз говорю, просто вы сейчас пытаетесь аргументировать, оппонировать, с позиции, что реальность, это должно быть то, что для всех, А поскольку никакой позиции между всеми, никакого свидетеля, который могу взять все позиции, сравнить и со стороны посмотреть, кто прав, нету, то на самом деле никакой такой реальности для всех невозможно. А я утверждаю, что практика и опыт наш, в том числе существование науки, существование социального взаимодействия, то, что включает в себя практику, все показывает на самом деле, что мы можем согласоваться, и что на самом деле каждая достоверность наша личная оказывается так же достоверностью и для других. Что если дерево стоит где-то, оно для подавляющего большинства людей является деревом, и там стоит, и прочее. И поэтому вообще говоря, вопрос вообще не стоит о том, много людей или мало. Вопрос об этом вообще не стоит. Вот как классики об этом говорили так, что там как бы эмпирический субъект себе думает, никакого значения не имеет. То, что действительно, как вы правильно говорите, есть позиции такого, некого всеобщего субъекта, который не ошибается, да, вот который... Нет, такого не говорю. Ты, вы не говорили, я вам говорю просто. В классической философии вот эмпирический субъект, который может как-то там думать о себе, ошибаться и прочее, отбрасывается, и берется некий всеобщий субъект. И вот для этого всеобщего субъекта никаких других субъектов нет. Потому что он на самом деле и есть тот субъект науки, да, тот субъект, который видит так, как на самом деле, и который устанавливает, что является реальным. А каждый отдельный субъект, либо он возвышается до этого всеобщего субъекта в своем опыте, да, он, конечно, если он один находится, и он просто с какой-то степенью достоверности, он утверждает, что вот это реально. Но на самом деле для того, чтобы она стала всеобщей реальностью, конечно, требуется эксперимент, повторение опыта, удостоверение других субъектов и прочее. Но это только способ, каким эта субъективная реальность возводится как бы в объективную. Но тем не менее, как бы, всякая объективная реальность уже в самом субъективном опыте любого человека присутствует. Значит, закрепляем. Есть два разных понятия, но при этом реальность, реальность, это не для всех. Почему? Я это бы не говорил. Я сказал реальность. Нет, для всех, но это вопрос несущественный. Нет, это вопрос существенный. Для всех, для всех. Давайте реальность для всех. Объективная реальность, точнее. Объективная реальность. Мы отличаем реальность от формы реальности. Мы можем сколько угодно спорить, что является истиной, квах, электрон, либо еще для физики. Но никто не спорит по поводу того, до последнего времени, до конца XX века, что в ней некая форма реальности есть. Более того, в философии, в времена Декарта было предъявлено два таких несомненных вида реальности, в чем сомневаться ни в коем случае не есть. Это вещь мыслящая, вещь протяженная. То есть это идея, в определенности которой заключена идея его бытия. То есть у нас все-таки возникло, ну ладно, хорошо, спасибо, что вы сказали, что реальность это то, что для всех. Но просто этот вопрос не существенный. Нет, нет, это вопрос существенный. Потому что есть ваша база существовала. Для всех здесь что важно? Для всех это имеет то, что если сама реальность является чем-то конкретным, то форма реальности, форма реальности, как-то вот сама форма, является нечем всеобщим. В этом смысле Булат, может, не вполне точно говорит о том, что для всех. Действительно, форма реальности, настолько она является формой реальности, она обладает вот такой свойством всеобщести. И мы даже верим, что для всех людей она есть. Понимаете, вот есть, давайте я маленько замечаю, есть реальность, она, как я говорил, много областей реальности есть. А вы пытаетесь вот все эти области реальности провести, как бы, границу интерсубъективной реальности. И просто... Нет, не пытаюсь, я еще не... Влад, честно говоря, не пытаюсь. Нет, нет, вы не пытаетесь. Я просто имею в виду, что вот это проведение границы является, наверное, интерсубъективной реальностью, или как бы только субъективной реальностью, она несущественна. Потому что, если мы отбросили, еще раз в нашем разговоре, субъекта, который ошибается, да, который выпадает в иллюзию, галлюцинация и проще, то вот этого уже просто нет. Нет, тот субъект отбросил, ошибается. Он находится в том самом... Мы отбросили. Нет, он находится в том самом опыте. И этот субъект... Про опыт мы говорим. Да, и этот субъект классический форекс называется всеобщим, который как бы и само себя констатирует, что его опыт и есть опыт науки, есть опыт всеобщности, есть опыт для всех. Следующий вопрос. В предыдущем вопросе мы все-таки выяснили, что понятие достоверности, вот я кстати предложил, мы долго искали, я сейчас уже ушел от слова на самом деле, я предложил вот такую терминологию, что на самом деле заменить термин достоверно. Вот то, что для меня достоверно, это есть на самом деле, но это не равно реальности, реальность это нечто другое, нечто большее, от чего можем говорить через категорию тьме. Вы удваиваете данность? Нет. Смотрите, реальность, на самом деле, это не нечто, что стоит за данностью. А сама данность? Да. Но только характер данности. Мир не удвоен. Вы постоянно стремитесь удвоить мир. Я не хочу мир. Вы постоянно стремитесь за свою реальность увидеть какой-то объект. Реальность, безусловно, это... Это не вещь себе, понимаете, какая-то, которая за объект. Собственно, венец, это, в первую очередь, волевой акт. Мы добавляем его к данности или, в вашем случае, достоверность. Мы предъявляем, мой враг, или как подсторонники немножко устаревших дистанциализм, говорят, рискуем. Решение. Идем на риск. Здесь есть психологический момент, что я принимаю за реальность, да. А, в принципе, ну, вообще, если вот от печки все забыть, то обычно мы реально называем то, мы называем вещи какие-то реальными, то, что для нас одинаково. То есть то, что вот мы можем проверить, вот повторим опыт. И, Влад, подошел к дереву, я подошел к дереву. И для нас это реальное дерево. То есть если мы... Александр, это аспекту. Я хочу обратить внимание, что практически всегда это вот не так. Для большинства людей молния это и есть молния. И у всех опыт одинаковый. Собрались тут люди, они сказали, что это Зевс. А на самом деле... Это уже интерпретация. Стоп, стоп, стоп. Вот это уже есть интерпретация данности. На самом деле это керевский разряд, да? Не, сверкающая молния это данность, а это же Зевс, который бросает эту интерпретацию данности. А теперь самый интересный вопрос. Опрос опыта. Вот так. То есть когда я подошел к дереву, постучал по нему, это есть некий опыт, да? Вот. Когда... А как нам быть в других сферах, к которых мы подойти не можем? Да и с деревом здесь не так тоже просто. С деревом не так просто. Дело в том, что... Я, Google, отвечаю. Нет, вас в ней можно постучать, да? Пока мы находимся с некой данностью, мы никогда... Вот эта позиция скептицизма, она устойчива. Мы всегда говорим... Это не предъявление. Ну, дерево, ну и что, мало ли почему я стучал в своей жизни. Поговорили... Можно... Здесь нет... Когда с деревом, здесь вполне понятно, я его перс и лбом. Да, и тем не менее... Я сначала человека, потом дерево, а в других сферах... Тем не менее, я хочу ваше обратить. Вот почему бы они не остановились на человеке? Александр, вот смотри... А вот дальше... Александр, если вам кто-то отвечает, вы начинаете обращаться к другому. Это очень интересно. Смотрите, когда мы имеем дело с такой, казалось бы, нормальной вещью, простой, как дерево, мы и здесь тоже не свободны от экзистенциального риска. Да. Мы тоже должны выбрать эту сложную вещь, считать ли это дерево реальностью. Потому что большое количество людей не считают подобного рода реальностью. Даже если украсть залпом, да? Да. Нет, я же говорю, что можно подойти к краю крыши и подумать, что это... Мы же отлично знаем, что испанские гранды очень больно бьются палками. Но при этом экзистенциальный выбор совершен и считается, что это экспанские гранды, а не санитары психбольницы. Вот что да. Это в известном штуке Гоголевской. И давайте начнем к опыту. Ну да. Значит, вот передо мной домик Гегеля, да? Да. И как я должен провести опыт, чтобы дойти до реальности? Да никак, в любой момент. Есть много верующего народа, верующего в том Гегеля. Они, прочитав первые две строчки, они совершают этот сумасшедший экзистенциальный выбор и говорят, что она есть истина. Да нет, лучше просто... И есть реальность. И есть реальность. Вот люди верят же, что Бог есть, да? Да. Ну это само собой. И для них он реальный. Ну как с этим быть? Да. Ну как с этим быть? Скажем, для них реален Аллах, а для других... Ну это не важно. Просто важно, что у человека, верующего на опыте, у него есть опыт. И тот, и тот, и тот совершает экзистенциальный выбор. Правильно? Он решается на то, что... И каждый для себя, в своей действительности, говорит, что достоверный опыт, мне говорит, что реальность вот эта. Да? Именно так? Да. Сначала у него есть некая достоверность. Только достоверность. Подожди. А этой достоверности он придает статус... Нет, только Александр, я вам радуюсь. Вот казалось бы, мы, допустим, дошли до предельного случая, да? Как бы, что человек на опыте установил, что есть Бог, да? Что там есть демоны, ангелы, и все, как бы, вот, вся вот это все многообразие. Испанский грант. Да. Только мы понимаем, на самом деле, да? Как бы, с такой позиции, условно говоря, научной, да? Что этот опыт, это есть его субъективная иллюзия. Почему? Ну, я же объясняю. Что, как бы, когда мы говорим об объективной реальности, речь идет о том, что это не просто только и частный, и субъективный. Значит, объективная реальность ограничивается рамками науки. Нет. Наука просто является тем фактом, который, как бы, той наличностью, на которую мы в последнем смысле апеллируем. Потому что, когда мы апеллируем к практике... Если мы делаем науки, объективная реальность... Нет, Александр, я просто... Это та, такая вещь, которая апеллирует Булат, да? Да, это я апеллирую, да. Я, когда апеллирую к практике... Какой мусульманин апеллирует к Аллаху? Нет, послушай. А он станет свалить гвоздь к любому. Да, да, да. Игорь, давай не свалить... Я как таракану. Нет, давайте не свалить в одну туру. Вопрос в следующем состоянии. Я не знаю. Именно так. Александр, смотрите, вот мы апеллируем... Я вообще говорю, главное основанием является опыт, да? И когда я апеллирую к опыту, я прекрасно понимаю, что у человека может быть свой субъективный опыт, да? И что он на своем личном субъективном опыте держится каких-то своих там реальностей. Для него там реален там Бог, там вот демоны, ангелы и прочее. Но, когда мы говорим о практике, да, когда мы... Почему я апеллирую к науке? Потому что практика – это абстрактная вещь. Надо не просто апеллировать к практике, а надо апеллировать к некому результирующей этой практике, которая существует. Результирующей этой практики – это вот науковое, да, вот наше социальное устройство, что оно... То есть, в некотором роде реальности... По знанию, к развитию... Поднимите, сами вот эти... Практика сама есть некая реальность, понимаете, которая осуществлена. Как относиться к развитию науки, что наука нам в разные времена... Ну, это нормально. Смотрите, это нормально. Ведь было отговорить совсем не об этом. Нет, я задаю следующий вопрос. Я следующий вопрос задаю. Скажем так, мы провели... То есть, скажем, есть две позиции, да? Вам не надо, я прошу прощения, вам не надо отличать позицию ранней науки от поздней науки. Хотя у вас, например, есть две точки зрения. Например, православная и научная. Вам этого тоже достаточно. В ранней позиции науки нет новшества. Но есть как бы религиозный взгляд на мир, да? Который даже сейчас есть. То есть, скажем так, у нас есть серия экспериментов научных, некая воспроизводимость, и мы получили некоторый результат и написали его на стене. И есть две позиции относительно того, как относиться к этому. Одна позиция — это есть объективная реальность, потому что это следовало из воспроизводимых экспериментов науки. Вторая позиция к этому есть — это есть нечто, некая данность в рамках данной парадигмы научной, в которой работают люди внутри этой парадигмы, с данной аппаратурой и со всем. При смене парадигмы, при смене у нас изменится… Ну все понятно, что вы спрашиваете. Да, понятно. Суть вопроса, я когда говорил про интерпретацию, вот есть данность, да? Вот есть какой-то эксперимент, показания приборов, там у них какие-либо продукты и и прочее — то, что называется первичный материал? Это называется «данность». А то, как развиваются, там … Где-то цифры и где-то по-другому даны. Почему? У него там режут его животного? У него там какая-то вот другая данность. Ну, современная. Ну его históром, в общем случае. Пускай, не важно. Вот это называется «данность». А теперь от этой «данности» всё, что вы разговариваете, одни говорят одно, а другие говорят другое — это «интерпретация» называется. Понятно. Мы говорим, что сейчас есть такая ситуация, когда у нас интерпретации несколько. Ну и что? Потому что я же сказал, что это происходит. А сама полука заключается только в цифрах. Так что мы называем? То есть мы, скажем так, дальше... Александр, смотрите, интерпретация относится к содержательности, понимаете? А не к статусу данности. Статус данности это другое. Да, конечно. Содержательность этого в чем состоит? Строит теорию какую-то и указывает, что это содержательность. Это не таковато. Интерпретация это работа с сущими, а не работа с... Это работа, это интерпретация. Он был реален. Он был реальным. Разговор об этой интерпретации это разговор о содержательности. Обратите внимание, от статуса реальности ничего по большому счету не зависит. Испанские гранды больно дерутся палками. Они хотят, чтобы я считал их санитарами. Хорошо, я буду считать их санитарами, буду вести словно они санитарами психбольницы. А я там пациент. Но я-то знаю, что они испанские гранды. Понимаете? То есть статус реальности получается. Либо он это своеобразный... А вы на субъективизме настаиваете. Либо он своеобразный, у него статус. Нет, мы говорим и об объективизме. Когда мы идем на риск и принимаем что-то за реальность. За реальность принимаем. Либо мы попытаемся найти, стать на философскую точку зрения. Тогда у нас оказывается бытие. Бытие есть, а не бытия вовсе нет. Или существуют, скажем, абсолютно доказуемые две вещи. Реальность, которая бесподобно доказана. Это вещь мыслящая и вещь протяженная. Вот их статус. Вот этим как бы и философия занимается. А на самом деле все занятия любой нормальный физик, по большому счету, он вот с этой самой реальностью, он, конечно, слишком человек. Поэтому он говорит, что это реальность. Но его понятие реальность относится к человеческому и слишком человеческому. И ничего более. А он работает с фактами, с достоверностью. И он, да, поскольку он человек слишком человеческий, он часто идет на риск и присваивает этому теплороду статус реальности. Но это будут позиции испанцев. Но другой позиции-то нет в науке. Как это нет? Но если теорию теплорода, вы же не можете сравнить, допустим, с классической механией? Понятно. Но скажем так, мы можем гарантировать, что, скажем, в конце 19 века мы гарантируем, что вот эта есть реальность, и она настоящая, вот эта классическая. И если бы мы обсуждали этот вопрос тогда, то говорили, да что вы, вот она, наука доказала, а потом оказалось. Да, потому что классическая механика в 19 веке была. А что реальность? Еще раз. Александр, я просто отвечу. Если мы говорим о реальности только классической, то я согласен о классической механике. Но квантовая механика... Нет, я еще раз говорю, давайте как бы... В другой области, так сказать, фактов. Я же сказал, что мы же нереальности сводим только к науке. Просто наука является примером, показателем того, что наша практика, в конце концов, преодолевает субъективные границы. Отлично. Причем это как бы объясняет, что эта позиция, вообще говоря, весь всю постановку вопроса поставил Кам. Каким образом возможно естествознание, если мы полностью живем в своих субъективных мирах? Как возможно пробиться из субъективного к чему-то объективному? Блад. Это же вопрос философии. Проблема-то была именно... Вообще откуда возникла проблема обсуждения? Нельзя, можно понять, и по поводу ошибки. Человек ошибается, и наука, как человеческая, тоже может ошибаться, и в этом ничего не страшного. Это никакой проблемы для реальности в этом нет. Дело в том, что, опять же вопрос, что мы называем реальностью? Мы называем реальностью... Реальность, понимаете, не важно, что... Описанная. Нет, не важно, как мы... Реальность, даже если мы не описываем ее, даже если мы ее не знаем, она все равно есть. Инвидиуальная достоверность. А и тогда мы даем... Нет, 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 если мы говорим только о достоверности, а реальность, мы можем говорить, да это вообще термин излишний. Что? Термин излишний тогда. Реальность? Прерываю. Когда мы рассуждаем о столах и о науке, все понятно. Нет, подожди, давайте сначала... Нет, 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 стоп, 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 стоп. Понимаете, в чем состоит реальность? Физическая реальность? Нет, Балат, я хочу сказать, что основной стимул возникшей дискуссии, для меня именно, является фраза. Вот мы здесь философы, здесь собрались, и давайте выясним, как на самом деле мы должны говорить о реальности. Есть ли что-нибудь за этими словами? Есть ли какая-то такая философская реальность, к которой мы должны прийти все вместе и утверждать, что она реальна? Есть ли философская на самом деле? Судя по тому, что вы пришли сюда и обсуждаете, значит, вы сами как бы своим поведением на этом настаиваете. Ну, потому что зачем вы с нами общаетесь? Вещь мыслящая, Женя, послушайте. Нет, я общаюсь, потому что есть у меня некая своя данность, для меня некая философская действительность. То есть вы не хотите здесь что-то подчеркнуть? Нет, нет, стоп, 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 у меня есть своя данность, своя действительность, я понимаю, что она есть у каждого. Мне интересно их, но я не, скажем так, я не берусь никогда утверждать, что моя данность является реальностью. То есть я понимаю, что моя данность, это все лишь данность. Как говорить-то об этом? Еще раз, в вашей данности есть что-то реальное, есть указания. То есть вы их спите сейчас? Нет, в моей философской данности нет ничего реального. Причем есть философская данность? Нет, я говорю сейчас только о философской. Ну какой, ну вот я как, любой философ, он же такой же человек, он находится так же в опыте. А как можно вообще отстаивать какую-либо позицию, если ничего реального? Отстаивая свою позицию, воплощая, что она чем-то лучше, чем другие позиции. А чем? Своя. Нет, подожди, 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 давайте так. Все отстаивают именно потому, что они внутри своего, своих представлений отвечают то, что реально, а что нет. Потому что он тот же верующий человек, он не всегда верующий. Сегодня он засомневался с Великом, завтра он снова верит, понимаете? Он, у него нет такого, чтобы он имел только данность и все. У него эта данность разбита, еще раз, внутри себя, на реальное. В чем возражение, Александр, давайте услышим просто. Он говорит, что вот мы философией занимаемся, никакого философии на самом деле быть не может. Как бы. Философии на самом деле быть не может. Да, а я говорю, что философ, он не вырван никак из жизни, что как бы он сам может себя как угодно назвать, как Грузия. Но он точно так же находится в этом же опыте, как и другие люди, ученые, кухарки и прочие. И поэтому его философский опыт, это просто есть как бы расширение опыта обычного человеческого. Отвечаю вашими словами, это интерпретация. Почему? Только философия это интерпретация. Еще раз говорю, что вот это, понимаете? Это антологическое доказательство бытия Божьего. Это интерпретация. Это мнение или это действительно доказательство. Интерпретация. Вот казалось бы, философы, в отличие от всех остальных людей, которые, все люди субъективные, они предают, в отличие от философов, всему, чему перед ними не появится, статус реальности. Но так же живут все нормальные люди. Передают просто так. Просто так. Бездоказательно. Даже физически. Антологическое, антическое, биологическое. О, на мировоззреческом уровне. На мировоззреческом уровне. Они таковы философы. Да, они сомневаются. А вот Парменит, например, говорил, что вот то, что есть не поистине, а есть существует только одно или единое. И оно существует поистине. И доказывал, как это было. И Дикат говорил, мы успевших этих нету, несомненно то, что их мысли. И даже если он ошибался в своем доказательстве, да, даже если его может как-то проверить. Да, но он дает нам пример. Но это совсем другой. Пример совсем другого построения. Также антологическое доказательство бытия Божьего. Некое сущее, в определенности, в котором заключена идея существования. Но тоже это пример. Вот философ в этом смысле мыслит иначе, чем все остальные люди. Точно так же вещь протяженная. А спинозы говорили, что таких атрибутов, то есть вещи, в сущности которых заключено в существование, бесконечное множество. Это даже доказывают. И это вот такой философский взгляд на позицию. И он отличается от бытового. Даже физик, к сожалению, даже любой физик, он вынужден придавать при помощи собственного восторга, тому, чем он получает, при помощи собственного восторга, статус того, что есть поистине. А вот философов, он не так. Но философы все время обнаруживают какую-то глупость. Они говорят, что существуют какие-то двуголовые люди. Мы все двуголовые люди, а парламент настоящий философ понимал, что существует только одно или единое. Точно так же говорил Декарт, мы можем то-то, то-то, то-то. Но Декарту было проще. Он доказал Бога, а потом показал, что Бог, как идея сама по себе, не лживая. И тем самым передал всем вещам, которые ясно и отчетливо воспринимаются в мире, статус тоже истины. Вот Декарт такой фокус сделал. Такой замечательный. Но тем не менее, он вещь мыслящую показал. Она доказывается, ее статус реальности совсем другим способом, чем это доказывается существование Кварка или Базона Хиггса. Ты немного как бы вышел из линии, которую я. Ну, понятно, что дело, у меня свое представление. На самом деле, я говорю, что все эти частные построения, они сводятся просто к одному. Что в наше время критерием является только опыт. Никакого другого критерия там. Какая-то теория. Опыт, философия. Это точно так же, как и все другие люди. Хамбой. Ты не любишь основную философию. Какой опыт философии? А это типичная основная философия. Истинно то, что это позволяет сбиться успехом в жизни. Влад, объясните. Обобщение общего опыта. У меня есть опыт личный. Хорошо. У меня есть тоже опыт личный. И этот опыт нам приносит разную данность, разную достоверность. Для вас одну достоверную философию, для меня другой достоверной философии. Как мы тут с опыт против опыта? Поэтому как по философии есть такое понятие, как дискуссия. Люди берут, дискутируют и... Было бы хоть раз в истории философии, чтобы философы, дискуссируя, соединили свои опыты и сказать... А вам не удивительно, что физики... Нет, по физике такое случилось. Подожди, по философии дойдем. А по физике не удивительно, что случилось? Ну вот что случилось. Ну физики случилось, объединились опыты. Единственное, что на самом деле, вот по той позиции, которую я... Для того, чтобы обосновать... Смотрите, реально против чего аргумент, который был выдвинут, это был выдвинут Стасов. Который совершенно справедливо замечает, что у статуса физической теории и физической модели у них есть разные антологические статусы. Правильно, да? Потому что, например, мало кто думает, что классическая механика в основе своей не верна. Она по границам не верна, у нее существует различная интерпретация, но она верна. Это Гейзенберг называл... Слушай, такая статус ее, то, что она говорит, это реальность или это интерпретация? Вот это очень интересно, потому что такое различие есть между теорией и моделью. Есть относительно антологического уровня, к которому она относится? Не думаю, что антологический уровень, но вот разница такая она и есть. Я-то к этому свожу и даже практически написал на эту тему диссертацию в свое время кандидатскую. Я полагаю, что подобного рода физические теории, они в смысле оплевны. То есть они могут быть построены из некого нашего способа отношения к миру. Вот такое я, например, говорю. В этом смысле классическая механика просто-напросто является не более как модусом вещемыслящих. Из нее как-то не только забывается. Ты скатываешься к логицизму Дегеля, на самом деле. Слушай, это комплимент. Александр, я вам сейчас объясню, что человек сказал. Я сказал, что единственным критерием является логическое, строгое. Нет, нет. Человек это не сказал. Нет, человек этого не говорил. Игорь, у меня вопрос по поводу квантового мира, квантовой механики. То есть мы ссылаемся на науку как то, что нам дает реальность, указывает на реальность. Но можем ли мы те интерпретации, которые у нас есть в квантовой механике, назвать этим словом реальность? Но мы же сейчас говорим о форме реальности. Просто у нас была форма реальности простого произвола, как вяжут двуголовые люди. И была форма реальности заданная философами, там, тремя-четырьмя выдающимися мысленными экспериментами. Там, Парменида, два Декарта, еще кое-кого. Это была такая. А Стас нам указывает на другой способ. Что есть некая форма реальности, которую надо найти в различии между правильной физической теорией и моделью мира. С квантовой механикой я не могу ничего сказать, на же индивидурует форма. Я же в любом случае, то есть, когда идет апелляция к науке, всегда идет апелляция к классической науке, которая дает однозначную воспроизводимость опыта и вполне рисунную картинку. Не о том. Стас совсем не о том. Стас не про Стас. Стас, я тоже не перестал понимать, что Игорь хочет сказать. Стас, что касается классической механики, тут просто суть в том, что она подтверждена сотнями лет экспериментов. И несмотря на какие-то революционные изменения в физике, она осталась. И в той области фактов, которых она описывала 200 лет назад, она их описывает и сейчас, с каким же успехом. И благодаря этому мы можем сказать, что у этой теории другой статус, чем у теории теплорода или каких-то других теорий. Статус квантовой механики аналогичности такой же, как у классики. Хоть речь не о том, что она одна работает с вероятностями, другая с точностями, скажу, и классическая механика тоже с вероятностями работает, на самом деле. Если там сейчас может падать. То есть вот так и такова вещь. Но вот просто хватать здесь какое-то дополнительное уточнение формы реальности, надо попытаться, просто это не очень получается. Одно дело, как я в своей старой диссертации 15-летней давности пытался бы объяснить, вот это Геземерг обратил на это внимание, понятие в замкнутой теории. То, что у тебя есть некий устойчивый концепт, типа классический, квантовой механический, ты можешь говорить о проинтерпретации, говорить, но вот это ядро, оно остается нам навсегда. Это наше человеческое достижение, и мы понимаем, что оно не будет оправданным. Вот такое. Как бы на протяжении всей физики, оказывается, есть одна такая алгебрическая структура, которая никуда не делась. Мы всего лишь варьируем ее. Теория анфантовой механики, и теория относительности, и классическая механика. Что это своего рода оприорная структура. Ну вот об этом, это и вывод был Игоря. Мы забыли. Да, просто вы отклонились. Отклонились. Мы остановились, был момент по поводу философского опыта. Мы выяснили, что у нас у каждого свой опыт. Так все-таки резюме какое. Возможен ли философский опыт, на котором мы выясним, что вот напишем на бумажке нечто, некий тезис, некое что, и выясним, скажем, о да, согласно опыту, который был проведен так-то, так-то, это является реальностью. Вот этот вывод является, однозначно, объективно реальным. Смотрите, я вот говорил об интерпретации. По мере возрастания произвола, по мере исхождения от необходимости, которые мы видим, в физической реальности, под подъемом в какие-то более другие сферы, философский как раз реальность, она находится на самом верху. И там произвол как раз максимальный. И поэтому... Согласен. Поэтому как бы вот однажды, видите, вы даже физики сумели договориться однажды, да, и как-то принять, и как-то создать нечто единое, да, и как бы понять, как бы, что вот можно работать с каким-то одним знанием. А философы не могут до сих пор это сделать. Есть вариант ответа такой, один вариант, который вы предлагаете, что они пока еще не договорились, а есть другой вариант, что там только интерпретации, и эти интерпретации есть, по сути, проекции нечто, разные проекции, и они в принципе несовместимы. Смотрите, как бы, я думаю, что просто философия в метапозиции находится, и поэтому действительно там, возможно, никогда не будет достигнут такое состояние, что все согласятся, и будет как бы признано, что вот для всех вот это вот однозначно и верно, как бы, на все... Не опускаясь ниже-ниже, мы получаем, что... Ну, все более жесткий структур уже. Мы получаем, что у нас на уровне этики и эстетики нет единой реальности, и принципиально быть не может. У нас на уровне... Нет, смотрите, как бы... ...политики нет единой реальности. Подождите, там вопрос же в чем состоит? Как ни странно, вот на уровне этики, как ни странно, есть. Нет, смотрите, есть же... Вы сейчас как бы опять сразу в одну кучу сваливаете данность и интерпретацию данности. Для Канта есть такой же структур, образующий от него одновременно. Для Канта. Мы прекрасно знаем, что есть другие философы и другие позиции, с которых по-другому... Нет, ну, данность для всех одна и та же данность. Но в опыте как-то оказывается, что все одно и то же. Интерпретация данности, смотрите, как бы... И все те же философы оправдывали все ту же самую... Потому что она, вполне возможно, стойка выводится из вещемыслящей. А вещемыслящая имеет особую вещь. Давайте рассмотрим... Здесь очень важно понять это различие, на котором я наставил, между данностью и интерпретацией данностью. В философии, возможно, данность, ее плохо видно. Все покоится на интерпретациях. Но чем более содержательная структура... Да, все правильно. Мы снижаемся к физическому миру. Если есть данность, значит, есть и реальность. В этике есть данность, помимо интерпретации. Одни этику такую сделали, другую этику другую сделали. Но есть некая данность, помимо всех интерпретаций. И поэтому данность и патендует на реальность. Именно данность. Подходим к самому интересному вопросу. Значит, у нас есть некая необходимость мировая. Некое потеряние, проявленное, которое может быть. И есть эти интерпретации. То есть, по сути, явление это интерпретация. Любое. Почему? Нет, пока это не так. Ну, нет. Я имею в виду... Интерпретация, она в произволе находится. Я в данном случае интерпретация... То есть, понимаете, конечно, следует различать интерпретацию мою сознательную, когда я интерпретирую себе в голове. И от данности явления мне... Но и то, и другое зависит от меня. Нет. Это моя структура. Ну и что? Но она у вас объективная. Она не объективная. Каждому, каждому из нас одна и та же необходимость является... Пространство и время, форма чувства с жесткой необходимостью. Вы никак-то у них о произволе, а вашего здесь нет. Нет. Я говорю о феноменах. Я не говорю о простой системе. Не феномен, а точно так же жесткий. У Канта все это жесткое. Давайте как-то ограничим. Коллеги, давайте мы подведем какую-нибудь логическую часть. Да, у вас заканчивай, и пометруемся. Ну, просто вопрос о реальности, как бы, оказывается, не такой вопрос простой, как, что можно будет выяснить, там, каким-то простым развлечением, допустим, субъект объекта или прочее. Для этого требуется, как бы, вот проделать некого рода опыт. Да. И, как бы, понять, на самом деле, где ее искать. И этот опыт мы сегодня попытались проделать. Отлично. Спасибо.